Праздничное богослужение 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 созданного Богом мира, есть созданный Богом невидимый мир. И этот невидимый мир населен разумными, добрыми существами. Их называют ангелами. Слово «ангел» на греческом языке означает «вестник». Священное Писание именует так потому, что Бог нередко через них сообщает людям свою волю. В чем же, собственно, состоит их жизнь в духовном мире, который они населяют? И в чем заключается их деятельность? Об этом мы почти ничего не знаем. И, наверное, сложно и понять нам это по своему физическому естеству. Мы знаем только это из Откровения Священного Писания, из того, что говорит нам Господь через свои книги. Ангелы пребывают в условиях, совершенно отличных от наших материальных условий жизни. Там время, пространство и все жизненные условия имеют совсем иное содержание. Архангел Михаил. Приставка «архи» к некоторым ангелам указывает на их более возвышенное служение по сравнению с другими ангелами. Об ангельских чинах мы поговорим сегодня с вами во время трансляции нашего богослужения. Архангел Михаил, покровитель нашего города. В Иллинском кафедральном соборе есть икона, которую сейчас мы с вами видим. Уникальный список иконы на фоне города Архангельская изображенная. Сейчас это главная святыня Иллинского кафедрального собора, да можно сказать и всей епархии. Архангел Михаил. Само имя Михаил на еврейском языке означает «кто, как Бог». Священное Писание, говоря о явлении ангелов различным людям, собственным именем называет их только некоторых из них. Но, по-видимому, тех, которые несут особую миссию утверждения Царства Божия на земле. И среди них архангел Михаил и Гавриил. Среди архангелов мы также знаем такие имена, таких архангелов, как Рафаил, Уриил, Салафиил, Игудиил и Варахиил. Они упоминаются в неканонических книгах Священного Писания. Архангел Гавриил. Он обычно являлся некоторым праведником в качестве вестника великих и радостных событий, касающихся народа Божия. В книге Тавита архангел Рафаил говорит о себе «Я, Рафаил, один из семих святых ангелов, которые возносят молитвы святых и восходят в предславу святаго». Отсюда возникло убеждение, что на небе существует семь архангелов, одним из которых является архангел Михаил. Сегодня день архистратига Божия Михаила и всех небесных сил бесплотных. Мы с вами знаем, что каждый крещеный человек имеет ангела-хранителя. Одного из тысяч миллионов ангелов, которые присутствуют пред Богом в небесных измерениях. Ангела-хранителя имеет каждый из нас, крещенных людей. По учению церкви ангелы присутствуют и сопровождают человека всю его земную жизнь. Но то, насколько явно, насколько возможно проявляется свое действие, свою помощь ангелы в нашей жизни, зависит от нас, от состояния нашего сердца, от духовной нашей жизни. Сейчас мы готовимся с вами стать участниками, соучастниками, самолитвенниками Божественной Литургии, которая в этот праздничный день пройдет в Свято-Илинском Кафедральном Соборе. В сегодняшний день после Божественной Литургии состоится еще одно очень важное, знаковое событие. Это всенародный крестный ход в честь Архангела Михаила. Он получил символическое название «От собора к собору». Это действительно так. От нынешнего Свято-Илинского Кафедрального Собора, главного храма епархии, крестный ход пройдет по улицам Архангельска, по набережной, к строящемуся Михаила Архангельскому Кафедральному Собору. Это молитвенное шествие начнется в 11 часов от Ильинского Собора с улицы Ильинской. Все те, кто пожелает принять участие в этом молитвенном шествии, могут сделать воспользоваться возможностью получить особое благословение Божие, потому что крестный ход есть общая молитва, которая не только сообщает благословение земле и городу, но и каждому участнику крестного хода. В Свято-Илинском Кафедральном Соборе продолжается подготовка к началу Божественной Литургии. В сегодняшний праздничный день Божественную Литургию возглавит правящий архипастер нашей епархии, митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил. Свято-Илинский Кафедральный Собор празднично подготовлен. Люди собрались на богослужения с храмов города, города Северодвинска, Новодвинска, для того, чтобы вместе, помолившись на литургии, принять участие во всенародном крестном ходе в день Ангела нашего региона, нашей области. Архангел Михаил. Интересно, что в Священном Писании, в Библии, Архангел Михаил именуется князем или вождем воинства Господня. Он так и изображается на иконах. Изображается как главный борец против дьявола и всякого беззакония среди людей. Вспомните герб города Архангельска. На нем изображена икона Архангела Михаила с огненным мечом, поражающим зло лукавого и самого дьявола. Церковное именование «Архистротик» так и переводится как «Старший воин» или «Вождь». В Священном Писании мы знаем, как однажды Архангел Михаил явился Иисусу на вину в качестве помощника при завоевании с ориентянами обетованной земли. Архангел Михаил явился пророку Даниилу в дни падения Вавилонского царства. Даниилу было предсказано о помощи народу Божию со стороны Архангела Михаила в период предстоящих преследований при Антихристе. В книге «Откровения» Иоанна Богослова Архангел Михаил выступает как главный вождь в войне против дьявола-дракона и прочих сбунтовавшихся ангелов. «И произошла война на небе. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них». Читаем в книге «Откровения». «Но не устояли, и не нашлось им места на небе, и низвержен был великий дракон древних змей, называемый дьяволом и сатаном». Апостол Иуда кратко упоминает об Архангеле Михаиле как о противнике дьявола. В духе Священного Писания некоторые отцы церкви видят Архангела Михаила участником других важных событий в жизни народа Божия. Мы видим, что в Святолинском кафедральном соборе духовенство вместе с молящимися, с верующими готовится встретить правящего архиерея, митрополита Архангельского и Холмогорского Даниила, для того, чтобы начать Божественную Литургию в День Архистратига Небесных Сил. Облачение духовенства белое. Оно своим цветом напоминает о чистоте Божественного Сияния, благодати Божией. Белое облачение употребляется Церковью на Пасху, на Рождество, на Крещение, то есть в праздники господские, праздники, которые связаны с особыми событиями земной жизни Господа Иисуса Христа. Белый цвет облачения, употребляемый на этой службе сегодняшней, говорит о том, что небесные силы бесплотные по своей сути, являя чистоту и свет Божества, могут быть описаны только белым светом Божественным. Чистота и свет священнических белых облачений подчеркивает важность и торжественность празднуемого события, почитаемого, почитания архангелов и ангелов. Сегодняшний праздник называется «Празднование Собора Архистратига Божия Михаила и прочих небесных сил бесплотных». Этот праздник установлен давно, в IV веке. И установление это произошло на поместном Лаодикийском соборе. Лаодикийский собор состоялся даже раньше Первого Вселенского собора, буквально за несколько лет. И вот в 35-м правиле Лаодикийского собора было осуждено еретическое поклонение ангелам как творцам и правителям мира. Такое заблуждение существовало в те давние века, когда люди считали ангелов творцами, подобными Богу творцами. И это учение ошибочно вводило в заблуждение людей почитавших, правильно почитавших Бога. Собор осудил эту ересь и утвердил православное почитание ангелам. Вот еще интересный момент. Праздник совершается в ноябре. Почему? Исследователи утверждают, что это происходит потому, что ноябрь является девятым месяцем от марта, с которого в древности начинался год. И это празднование, это число 9, установлено в честь девяти ангельских чинов. 21 ноября по новому стилю, а по старому стилю это день 8 ноября. Поэтому тоже есть тут символ. Усмотрели исследователи, что 8 день есть предзнаменование так называемого дня 8, дня вечности, того дня, который последует в вечности. И святые отцы называют его днем 8, потому что после нынешнего века в пришествие Господне, который наступит как 8 день, следующий после 7 дня седмицы, то есть недели, в этот день придет Сын Человеческий в славе Своей и все святые ангелы с Ним. Об этом мы можем прочитать в Евангелии от Матфея, в 25 главе и в 31 стихе. Вот такое символическое соответствие. Девятый месяц и восьмой день. Мы уже с вами упомянули несколько имен архангелов. Это не случайно. Вообще учение Церкви, учение Церкви об ангелах зафиксировано и сейчас явно представлено. Мы можем с вами прочитать о том, что существует в небесной иерархии несколько чинов. Все ангельские чины разделяются на три иерархии. Высшую, среднюю иерархию и низшую иерархию. Каждую иерархию возглавляют три чина. Вот поподробнее остановлюсь на этом. Высшую иерархию составляют Серафимы, Херувимы и Престолы. Ближе всех к Пресвятой Троице, то есть к самому Господу, предстоят шестокрылатые Серафимы, пламенеющие или огненные. О них мы можем прочитать в книге Проверка Исаии в шестой главе. Серафимы пламенеют любовью к Богу и побуждают других, соответственно, людей, побуждают к этой любви к Богу. После Серафимов Господу предстоят многоочитые Херувимы. О них мы можем прочитать в библейской книге Бытия в третьей главе и двадцать четвертом стихе. Херувимы. Их имя значит «излияние премудрости», «просвещение». Это имя дано им, потому что через них, сияющих светом богопознания, и разумение тайн Божьих, посылается премудрость и просвещение для истинного познания Бога. за Херувимами предстоят богоносные по благодати престолы. О престолах мы можем прочитать в послании к Колоссянам 1 главе 16 стихе. Престолы таинственно и непостижимо предносят Бога. По учению церкви престолы служат правосудию Божию. Это высшая иерархия. Повторюсь, в нее входят Серафимы, Херувимы и престол. Среднюю иерархию составляют три чина – господство, силы и власти. Господство. О них мы читаем в послании апостола Павла Колосина, также в 1 главе 16 стихе. Господство владычествует над последствующими чинами ангелов. Они наставляют поставленных от Бога земных властителей. Господство учат владеть чувствами, укращать греховное вожделение, порабощать плоть в духу, господствовать над своей волей, побеждать искушения. Мы упоминаем эти способности, эти возможности ангелов. Не просто так. Ведь архангелам и ангелам можно молиться. И не просто можно, а иной раз и нужно молиться. Мы уже упоминали, что у каждого из нас с вами есть ангел-хранитель, тот небесный заступник, тот духовный друг, который предстоит пред Богом и молится за нас, который запоминает все наши добрые дела и помогает преодолевать злые дела. Архангелам необходимо молиться. Они слышат наши молитвы. Есть у человека, у личности человека такая способность молиться, обращаться к Богу. Человек от своего создания, как образ и подобие Божий, имеет разум, имеет слово, имеет свободу, как следствие творчества. И когда человек обращает свою свободу, разум, свою веру, свои способности и таланты, направляет их для Бога и к Богу, тогда он многократно приумножает свои духовные способности, тогда многократно совершенствуется его личность, а многие испытания оставляют по молитвам. Человек имеет возможность молиться Богу. И, безусловно, молится и ангелам, и молится святым, которые, являясь нашими заступниками на небе, также молятся Богу. В этой общей молитве созидается Церковь Христовая. Помните, наверное, вы когда-нибудь слышали такие слова «Церковь небесная и земная», «Церковь воинствующая» и «Церковь торжествующая». Эти слова о единстве Церкви земной и небесной. Земная Церковь – это все верующие во Христа люди, ходящие в храм, молящиеся и не ходящие, и не молящиеся, но крещеные, те, которые отрекаются от веры своей, не приходя в храм, не причащаясь, но все равно составляют Церковь земную. Словно умирающие, отмирающие клеточки организма Христовы, эти люди являются телом Христа. Земная воинствующая. С кем же она борется? С грехом, с духом и с ног поднебесной, как писал апостол Павел, наша война не против, но с миродержителями, правителями тьмы века сего, с духами злобы поднебесной. Церковь земная похожа на воинство Христово. А Церковь небесная? Церковь небесная – это все ангелы, архангелы, это все люди, ставшие святыми, вне зависимости от того подвига, которыми они угодили Богу. Это и святители, но, во-первых, апостолы Христовы, святители, мученики, преподобные, то есть монашествующие, праведники, страстотерцы, святые, бессребные и многие чудо-творцы, научные и исповедники российские. И отныне в богослужении Церковь небесная и земная соединяются для того, чтобы предстоять пред Богом в единой молитве. Только что мы услышали возглас дьякона, премудрость. Он означает начало богослужения. В храм торжественно вошел митрополит архангельский Холмогорский Даниил. Сейчас его облачают в архиерийскую мантию, одевают белый клобок, голодной убор, символизирующий служение монашеское, архиерийское. Духовенство храмов архангельска встречает владыки и получает от него благословение. По традиции встреча архиерея совершается в облачении с крестом на престоле, к которому сейчас священники подходят и берут благословение владыки, поздравляя его с праздником. Со встречи архиерея начинается божественная литургия. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Начинается совершение божественной литургии. Мы видим, как митрополит Даниил поднялся на возвышенное место в храме перед иконостасом. Это место называется Амвон. Здесь владыка молится, протодиакон читает особые входные молитвы, молитвы которых и спрашивается благословение Божие совершить божественную литургию. Мы видим, что владыка митрополит Даниил облачен в облачении, торжественное официальное облачение митрополита. Белый клубок на голове и голубая мантия. Длинное облачение со скрижалями. Спереди мы увидим эти скрижали, которые символизируют скрижали Ветхого и Нового Завета, скрижали Учения Господня. А белые длинные ленты, исходящие от скрижалей по мантии, символизируют струи Учения Слова Божия. Служение архипастеря, служение митрополита, есть служение церкви и служение Слова, проповедь Слова Божия. Об этом напоминает всем верующим и священнослужителям это архипастерское облачение. Мы видим, что в руке владыка держал жезл, тоже признак архиерийской власти. Сейчас владыка подходит к главным иконам храма, главным иконам иконостаса. Они называются местной иконой. Это икона Спасителя и икона Пресвятой Богородицы. В это время дьякон считает особые тропари, которые прославляют причистый образ Господень и Пресвятую Деву Богородицу. С воздетыми руками усиленно, сокрушенно владыка молится о благословении совершить Божественную Литургию. О том, чтобы Господь не спасал руку с высоты жилища своего и укрепил его и все духовенство в совершении этого Божественного Таинства Литургии. Икона Пресвятой Богородицы. Икона Пресвятой Богородицы. Икона Пресвятой Богородицы. Мы видим, как находясь на кафедре, владыка готовится облачиться, то есть одеться в священнические облачения. Первым облачением, которое возлагают на митрополита, является подсакосник. Он является ничемным, как стихарем, который носят все священнослужители и ипподиаконы, которые облачают архиерею. «Да возрадуется душа Твоя, о Господи, обличе бы Тя в ризу спасение», произносит протодиакон. Вторым священническим облачением является ипетрахиль. Это же облачение носят священнослужители, священники. На руки владыки одеваются поручи, правая и левая поручь, которые изначально были символами императорской власти. Византийские императоры населили эти поручи, но постепенно, жертвуя облачение Вселенскому Патриарху, эти облачения пришли в церковь, символизируя божественную благодать, которой совершается богослужение. Руками священнослужителя совершается обрядовая сторона, но она совершается по благословению Божию. То есть Господь действует через священнослужителей. Поясом припоясывается владыка, символ трезвения и готовности предстоять на молитве к Богу. Следующим облачением, которое полагается на архипастере, служит палец, четырехугольный плат в виде ромба, украшенной кистями, символизирует меч Слова Божия, которым надлежит всякому верующему бороться с дьяволом, отвергать вся кознь. Сакас, архипастерская одежда, которая возлагается на митрополита, символизирует одежду хитон Господа, который, будучи одет на Христа, прославился и стал символом воскресения, возрождения, человеческой плоти для жизни вечной. Большая лента, полагаемая на плечи архиерея, называется Большой или Великий Амафор и символизирует овцу, которая берет на свои плечи добрый пастырь, овцу, заблудившуюся, отбившуюся от стада, берет добрый пастырь, оставляя все стадо, берет для того, чтобы спасти ее и привести ее в жизнь. Так и Господь всякого человека, который заблудился, который жаждет духовной жизни, готов взять и принести на своих плечах в свою церковь. Этому же служению и посвящена жизнь всякого архипастыря. На владыку полагают крест и панагию, то есть всесвятую, признаки священнического архиерейского служения, а на голову полагается митра, украшенный крестом, головной убор, символизирующий венец Божий, венец терновый, но ставший венцом спасения, венцом торжества вечной жизни в небесном царстве. Аминь. 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 Два архипастыря будут возглавлять сегодняшнее богослужение. Время. Аминь. 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 Миром Господу помолимся. Началась мирная ектьинья. Началась божественная литургия. И первый возглас Божественной Литургии прославлял Царство Господа, благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа. Эти слова произнес возглавляющий священническое служение за Божественной Литургией протерей Владимир Кузев. Евангелием над Святым Престолом он совершил крест. После этого возгласа началось чтение мирной иктинии, в котором верующие просят Господа о мире, о здравии, спасении всего мира, Отечества нашего и друг друга. Эта великая и мирная иктиния сейчас представлена каждому из нас. Давайте мы помолимся этими словами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Божественная Литургия продолжается пением антифонов. Антифоны – это песнопения, которые составлены из слов Псалма. 102-й Псалом сейчас исполняется певчиной. Благословляй душа моя Господа и все внутреннее мое имя Святое Его. Благословляй душа моя Господа и не забывай всех благодеяния Его. Он прощает все беззакония Твои, исцеляет все нюги Твои, избавляет от падения жизни Твою, венчает Тебя милостью и щедротой, щедрой и милостью Господь, долготерпелив и многомилостив. Субтитры создавал DimaTorzok Зазвучала «Малая ктенья, паки и паки», то есть снова и снова в мире Господу помолимся. В это время священники и архипасты читают молитву. «Господи Боже наш, спаси народ Твой и благослови наследие Твое, полноту Церкви Твоей сохрани, освяти любящих благолепие Дома Твоего. Ты их прославь божественную Твоей силою и не оставь нас, надеющихся на Тебя». Зазвучала «Малая ктенья, паки и паки» Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! После второго антифона поется песня Господу Иисусу Христову. Единородный Сын и Слово Божие, бессмертный и благоволивший спасение нашего ради, воплотиться от Святой Богородицы и Преснодевы Марии, неизменного человечившейся и распятой Христе Божьим, смертью смерть поправшей, один из Святой Троицы прославляемый с Отцом и Святым Духом, спаси нас. И вновь звучит малая птенья, и духовенство читает молитву третьего антифона. Ты, Господи, даровавший нам эти общие и согласные молитвы, и двум или трем согласно просящим во имя Твое просимое подавать обещавший, сам и ныне прошение рабов Твоих к полезному исполни, подавая нам в нынешнем веке познание Твоей истины и в будущем жизнь вечную даруя. Именно эти единые и согласные молитвы звучат на ней в храме. Все люди, предстоящие за Божественной Литургией, становятся едиными молящимися устами, молящимися со святыми, молящимися со святителем Иоанном Златоустом, автором, составителем Божественной Литургии, которая сейчас совершается во всех храмах Русской Православной Церкви. Мы видим, что духовенство, священники перешли от средней части храма, от центральной части храма, от кафедры в алтарь. На кафедре находятся, торжественно предстоят два архиерея, митрополит Архангельский, Холмогорский Даниил и епископ Котловский и Вельский Василий. В центре храма на Аналое положена икона Архангела Михаила, архистратига Божия Михаила, уникальная икона и важная для нашего города. Архангел Михаил изображен на фоне города Архангельск, которого он покрывает своими крылами, незримо защищая и сохраняя от всех бед и напастей. Владыка благословляет совершение малого входа или входа с Евангелием. В этот момент духовенство выходит из алтаря, выносят на середину храма торжественно признаки архипастерской власти, жезл, кадила, как благоухание молитвы, репиды, трикирий и дикирий. А самое главное, износится богато украшенная Евангелие. Сама та книга, которая повествует и свидетельствует о земной жизни Господа Иисуса Христа. Этот малый вход напоминает нам о пришествии Христа, о своем первом пришествии и о проповеди среди учеников и апостолов. ПЕСНЯ 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 Совершается Малый Вход. И мы видим, как духовенство во главе с архипастырями, с архиереями переходит от центральной части храма, от кафедры, на солью, на амвон и с пением три святой песни входит в алтарь. Звучит «Придите, поклонимся и припадем Христу». А во время входа, во время совершения шествия с Евангелией духовенство читает молитву, которая обращена к Господу, Владыка Господи Божий наш, установивший на небесах полки и воинства ангелов и архангелов для служения Твоей славе. Сделай, чтобы со входом нашим совершился вход святых ангелов, с нами служащих и словословящих Твою благость, ибо Тебе подобает вся слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда и во веки веков. Так можно перевести эту молитву на русский язык. Во время входа мы вспоминаем небесных служителей, архистратигов небесных сил, архангелов и ангелов. Именно в честь них сегодня праздничные службы совершаются по всему лицу Русской Православной Церкви. Во всех храмах сегодня торжествуют и отмечают день ангельского предстояния, служения, все верующие люди. Об ангелах вспоминается и в следующей молитве, которая читается сразу после окончания совершения окождения в алтаре. Латыки и священники будут молиться. Боже, Святой, во святых почивающий, тресвятым возглашением серафимами воспеваемый и херувимами словословимый, и от всех небесных сил принимающий поклонение, Ты из небытия в бытие приведший все, создавший человека по образу своему и по подобию, и всеми Твоими дарами его украсивший, украсивший, дающий просящему премудрости разум и не презирающий согрешающего, но установивший покаяние во спасение. Ты удостоил нас смиренных и недостойных рабов Твоих и в этот час стать предславою, святаго Твоего жертвенника и подобающее Тебе поклонение словословие приносить. Сам, Владыка, прими и из уст нас, грешных, тресвятую песнь, и посети нас во благости Твоей. Прости нам всякое согрешение, вольное и невольное, освети наши души и тела, и дай нам с благоговением служить Тебе во все дни жизни нашей по ходатайствам Святой Богородицы и всех святых от века Тебе благоугодивших. Такую молитву читает сейчас в алтаре Владыка. Во время чтения молитв певчие исполняют главные песнопения сегодняшнего праздника «Тарапарь» и «Кандак праздника». В этих песнопениях прославляются небесные воинства, архангелы и ангелы. ПЕСigh ПЕСНЯ 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 Звучит тресвятая песня «Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас». Эта песня снова и снова напоминает всем молящимся в храме о нашем единстве с Церковью Небесной, с предстоянием, подобно ангелам пред Богом. Мы видим, как митрополит, взяв крест, и Дикирий, подсвечник с двумя свечами, в символ двух естеств Христа, выходит в центр храма для благословения. ПЕСНЯ 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 Мы видим, как владыка Даниил взошел на горнее место, то есть на возвышенное центральное место в алтаре, и преподал благословение дьякону на чтение апостола. Владыка вложил ладан в кадила для того, чтобы совершить кождение перед чтением апостола. Сегодняшнее чтение из послания апостола Павла к евреям из второй главы посвящено небесным силам бесплодным. ПЕСНЯ 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 Бог молитвами святого, славного, всехвального апостола Ивакириста Луки отдаст и глагол благоествующему силою многою в исполнении Евангелия возлюбленного Сына Своего, Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Ты будешь в просьбе и возвышен, святого Ивакирьей. Аминь. Речи Господь своим учеником, слушая вас, меня слушает, и отмитается вас, меня отмитается, отмитается же мне, отмитается подславший горя, возвратившися же семьдеся с радостью благоюще, Господи, и песни поднялся нам по имени Твое, кричащий, в вере сатануя, как молнии с ними все с башка, стебе любого власть наступать и на сменю, и на скорпию, и на всю силу вражью, и нечистос же вас вреди. О, бача же семьи, радуйтесь, я как будто вам по нему венца, радуйтесь же, я как именно ваше напитано суть на небесе, то часто с радостью Богом Иисусу встрече, и славядуйтесь, отче, Господи, и всей земли, яков, воимиси, сният, и моды, и разумны, яков, и секта, благотесны, ей, отче, я подлаган из благоволенья пред Тобою. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, и слава Тебе, и слава Тебя, слава Тебе, вот как этот отрывок звучит по-русски в синодальном переводе. Господь говорил своим ученикам, «Слушающий вас меня слушает, и отвергающийся вас меня отвергается, а отвергающийся меня отвергается пославшего меня». Семьдесят учеников возвратились с радостью и говорили, «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Он же сказал им, «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Все даю вам власть наступать и на змей, и скорпионов, и на всю силу вражию, и ничто не повредит вам. Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». «В тот час возрадовался духом Иисус и сказал, «Славлю тебя, Отче, Господи, небо и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных, и открыл младенцам ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение». Вот такой отрывок из Евангелия от Луки, в котором мы слышим, как Господь говорит о Своем видении небесного мира. Мы видим, как в алтаре Ильинского храма торжественно на престоле был развернут антиминц, плац с зашитыми в нем частицей мощей святых мучеников. Именно на этом платье будет совершено таинство Святой Евхаристии, таинство причащения. Сейчас приготовленные для Евхаристии хлеб и вино находятся на дискосе и в чаше на жертвеннике, рядом с престолом, в левой части алтаря. На жертвеннике к жертвеннику владыка подойдет во время пения херувимской песни, и там же совершит поминовение живых и усопших. А ныне звучит сугубая их тенья, арцем, вси, от всея души. Дьякон, стоя на овоне, поднимает вверх арарь, который также символизирует ангельское присутствие, а именно крылья ангельские изображает арарь. Это длинная полоса из парчи, которая облачает диакона, поднимая руку с арарем. Дьякон призывает всех к молитве, символизируя служение ангелов, служение Богу ангелов. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Я трудилась тебе, человек, а любец Бога сей, и тебе славу восстанавливаю. Отцу и святую святому Богу, ныне и преслаю и не веку. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, Иисусе Христе Божий наш, призрим милостивым Твоим оком наскорб и многоболезненно его плеча Твоих земли укралистей сущих. Избави люди Твои от междоусобной брани, утоли кровопролития, отвороти належащие беды, лишенная гроба, ветердомы, алчущая напитай, плачущая утеша, разделенная совокупи. Не остави стада свои отродних своих, во ослаблении сущих умалитеся, но скорое примирение по щедро даруй, ожесточенных сердца умягчи и к Твоему познанию обрати. Мир Церкви Твоей неверным чадом я подашь. Заединим сердцем и единоме усты и прославим Тебя, Господа и Спасителя нашего в веки веков. Аминь. Только что, дорогие братья и сестры, мы с вами были свидетелями совершившейся молитвы о мире на Украине. Таково нынешнее время и нынешние реалии, что Церковь молится особым образом за Святую Православную Церковь, славянскую и неславянскую. Только что звучала молитва об Украине, и в храмах на Иктине поминаются молитвы с прошением Богу о даровании мира Церквам Ближнего Востока. Мы знаем, что православие является гонимой, самой гонимой верой сегодня в мире. Мы знаем, что происходит на Востоке и о том, чтобы Господь не спасал мир свой на ту древнюю землю, древнюю землю Ветхого, завета, молится каждый православный христианин. Божественная литургия продолжается. Звучат Иктине об оглашаемых, то есть о тех, кто готовится принять Таинство Святого Крещения. Молимся о тех, кто в эти дни и моменты своей жизни посещает храмы, посещает огласительные беседы, общается со священниками для того, чтобы подготовиться и не только интеллектуально, но и духовно к принятию Таинства Святого Крещения или вручить Господу в Крещении своих детей, младенцев, новорожденных. После Иктине об оглашаемых зазвучит хирургимская песня. Дорогие братья и сестры, в Святолинском Кафедральном Соборе совершается праздничная Божественная Литургия в честь праздника Архангела Михаила. В сегодняшний день по окончании Божественной Литургии в 11 часов от Иллинского храма Всенародный Крестный Ход проследует к строящемуся Михаила Архангельскому Собору. Все участники Божественной Литургии, все те, кто ныне находится в других храмах или, может быть, сейчас находятся дома и желают принять участие в этом Крестном Ходе, имеют такую возможность. Напомню, что Крестный Ход начнется в 11 часов от Свято-Иллинского Кафедрального Собора. Приглашаем всех желающих стать самолитвенниками, сопутниками всему православному Архангельскому. Мы видим, как Владыке Даниилу в царских вратах преподнесен сосуд с водой для умовения рук и лица. Это символ необходимости чистого приближения к жертвеннику, к совершению Таинства Евхаристии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Звучит херувимская песнь. В херувимской песне мы снова и снова вспоминаем небесную невидимую церковь небесных чинов, ангелов и архангелов. Херувимскую песню можно так перевести на русский язык. Мы, херувимов, таинственно изображая, и из животворящей троицы тресвятую песнь воспевая, всякое ныне житейское отложим попечение. Духовенство, подходя к престолу, целует святой антиминс и поминает друг друга словами «Священство Твое, да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь». Целуя престол, священники кланяются народу, находящемуся в храме, и спрашивая их молитв благословения и прощения перед совершением Великого Входа. У жертвенника сейчас находится возглавляющая литургию архипастрии, митрополит Даниил и епископ Василий. Они совершают поминовения живых и усопших, поминают и всех тех, кто находится в храме, всех тех, кто просил особо помолиться и помянуть их пред Богом. Все записки, все приношения, имен, которые приносят верующие люди в храм к Божественной Литургии, также поминаются у жертвенника из специально приготовленных просфор хлеба священник вынимает частицы с произносением имени тех людей, за которых приносится это приношение. Мы видим на дискосе хлеб в виде вырезанного четырехугольного агнца, чашу, в которой находится вино и вода, в символ того, что при распятии Господа из ран его истекли кровь и вода. Мы видим, что тело Господня, хлеб, который будет за моменты Литургии становиться телом Господнем, положен на дискосе, на плоском сосуде, блюде, на высокой ножке, который символизирует Вифлеемскую пещеру, ставшей дискосом для Господа, ставшей местом встречи со Христом всего человечества. Проскомития заканчивается. Владыка принимает звездицу, символ Вифлеемской звезды, и, покодив его кодильным дымом, дымом Ладана, покрывает хлеб. Сверху возлагается покров из парчевой ткани, покров полагается и на чашу. Затем полагается воздух, большой плат, который покрывает вторую чашу, приносящую, приносимую для Евхаристии. Два покровца на чашах и один покровец на дискосе. Дьякон благоговейно, преклонив колени, принимает дискос с агнцем, а старшие священники, сослужащие Владыки, принимают чашу с вином и водой, ту чашу, в которой и будет совершено пренебесное чудо, приложение вина в истинную кровь Христову. Священники принимают и лжицу и копье, как символы спасительных страданий Господа на кресте, совершается великий вход. Песня. 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 ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. 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 когда придет время, и мы все будем в Царстве Божьем, то каждый получит имя таинственное, которое знает только Бог. Только Бог, дающий его, и познает. Это имя будет знать Господь и будет знать Тот, Кто Его получает. Это имя как бы содержит в себе всю тайну человека. Этим именем, размышляет владыка Антоний, сказано все о человеке. Этого имени никто не может знать, кроме Бога и получающего Его, потому что оно определяет то единственное неповторимое соотношение, которое существует между Богом и Его творением. Каждый единственный для Него творением, созданием. Мы носим имена святых, святых, которые прожили и осуществили на земле свое призвание. Мы им посвящены, как храмы посвящаются тому или другому святому. И мы должны бы вдумываться и в значение Его имени, и в ту личность святого, которая нам доступна из Его жития. Ведь Он не только является нашим молитвенником, заступником и защитником, но в какой-то мере и образом того, чем мы могли бы быть. Повторить ничью жизнь нельзя. Но научиться от жизни того или другого человека, святого или даже грешного, жить более достойно себя и более достойно Бога, можно. И вот сегодня мы празднуем честь и память архистратига Михаила в окружении ангелов Господних. Ангелы — это вестники. Ангел — это тот, кого Господь может послать с поручением и кто до конца совершенно, полностью исполнит это поручение. Может показаться странным, что целую группу своих созданий, Господних, мы называем именем, которое обозначает их должность, их служение, словно в них нет ничего другого. И на самом деле это так. И в этом их святости. Очищенные, сияющие Божьим светом, по слову Григория Паламы и наших богослужебных книг, они являются вторыми светами, отблесками вечного света Божественного. В ангелах нет той непрозрачности, той потемненности, которая позволяет нам называться именем. И это имя и есть определение нашего места пред лицом Божиим и нашего места среди создания Господа. «А они – светы вторые». Что это значит? Это значит, что некий Божественный свет льется через них беспрепятственно, свободно, широкой рекой, но не просто как по пустому желобу, не только как через безжизненное стекло, а так, как льется и искрится, и сияет, и множится свет, когда он падает на драгоценный камень. «Дойдет свет до сердца драгоценного камня, и оттуда ответным сиянием бьет в стороны, озаряя, а порой и ослепляя своей красотой». Это образ подлинной святости. И в этом отношении ангелы действительно ангелы. «Потому что мы их узнаем, переживаем только как сияние Божественного света. Сияние не уменьшенное, не потемненное, но сияние преумноженное и радостотворное, приносящее жизнь. А сущность их бытия и сущность их святости остаются тайной между ними и Богом, который познает глубины своего творения. Но их личная святость явлена нам еще особо тем отдельным именем, которым каждый из них назван. Некоторые из этих имен вошли в Священное Писание, были открыты опыту Церкви и показывают нам, в чем их особая святость. Архистротик сил небесных, которому посвящены многие среди нас и многие в стране российской, назван Михаилом. Михаил – это еврейское слово, и оно значит «никто как Бог». И это слово выражает все стояние великого Архангела. Когда Деница восстал против Бога, желая утвердить себя в некоторой хотя бы тварной обособленности и самостоятельности, и когда встал великий Архангел Михаил и произнес одно это слово, которое определило все для него – «никто как Бог». Это слово утвердило его в таком отношении с Богом, что сделало его хранителем врат райских. Никто как Бог. В этом выразилось все знание великим Архангелом своего Бога. Он его не описывает, он его не объясняет, он встает и свидетельствует. В этом его приобщенность к сиянию Божества. И в этом мера, в которой он являет это сияние и открывает нам путь к тайне Господней своим словом и тем именем, которое выражает весь его непостижимый опыт непостижимого Бога. На иконах Архангел Михаил изображается в латах, в доспехах, с пламенеющим мечом в руке. Он попирает дракона, который знаменует собой зло. Архангел стоит во вратах рая. Стоит, не давая войти в это святое и священное место тем, кто к этому не готов. И еще он изображается на тех вратах иконостаса в храме, через которые духовенство выходит из алтаря. Священник с Евангелием на Великом Входе или диакон на Эктенье. И это те врата, через которые в литургическом, богослужебном порядке никто не входит во святая святых, в алтарь. Другой Архангел Гавриил, чье имя означает «крепость Божия», изображается на тех вратах, через которые диакон во время богослужения входит обратно в алтарь. Гавриил тот, который возвещает нам, что дверь открыта, чтобы нам снова войти в присутствие Божие. Что сила Божия явлена, что Бог победил, и мы спасены. От Евангелиста Луки мы знаем, что Архангел Гавриил принес Захарии весть о рождении Иоанна Крестителя. Он же возвестил Деве Марии, что она обрела благодать у Бога и родит миру Спасителя. Поэтому мы видим его на иконах с оливковой ветвью в руках, знаком примирения Бога с миром. Об Архангеле Рафаэле мы читаем в книге Тавита, как он сопутствовал сыну его Тави, Тави и исцелил Тавита его невестку, и имя его означает исцеление Божие. И о других Архангелах и Ангелах говорит нам Священное Писание. И вера Церкви, опыт христианский, говорят нам об Ангелах-Хранителях. О Дне памяти Святого, имя которого мы носим, мы говорим, что это день нашего Ангела. И в каком-то смысле, в смысле нашего посвящения Святому, это верно. Но с разными святыми людьми, как и с окружающими нас, простыми людьми, общение у нас складывается по-разному. Одни нам лично ближе, через молитву, через их жизнь, которую мы хотели бы подражать. Другими мы восхищаемся как бы издали. Мы видим, что в Линьском храме начинается причащение мирян. Из алтаря вынесены чаши с телом и кровью Христовой. Слава Богу! Продолжение следует... 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 для которого мы все с вами и созданы. Сегодня день Собора Архангела Михаила и всех небесных сил бесколотных. Сегодняшняя праздничная литургия является временем священном, временем объединения в молитве во всех храмах Русской Православной Церкви. И нашей епархии сегодня мы молимся о том, чтобы Господь сподобил нас быть подобными ангелам, служить Господу тем трудом, теми способностями и служениями, к которыми Господь нас призвал. Мы спрашиваем ныне у Архангела Михаила, чтобы он был нашим небесным заступником и покровителем, чтобы он покровительствовал всякому человеку, всякому служению, всякой службе, всякой работе. А возможно ли это? Да, возможно и даже необходимо. Ведь, несмотря на то, какую вы должность или работу занимаете, чему бы вы не посвящали свою жизнь, вы это можете делать во Христе, если только работа прямо не направлена на разрушение духовного единства Бога и человека, если работа не направлена на совершение греха. в ином смысле, все свое предстояние пред Богом освящается в Таинстве Святого Причащения. Мы спрашиваем сегодня благословения Бога на нашу жизнь, на наш город, на наш Архангельск. И сегодня, после Божественной Литургии, совершится Всенародный Крестный Ход, участниками которого есть возможность стать у каждого из нас. Даже сейчас, не находясь в храме, может быть, находясь дома, вы имеете возможность присоединиться к этому молитвенному шествию. Оно начнется в 11 часов утра от Ильинского кафедрального собора и пройдет по набережной Северной Двины к строящемуся Михаилу Архангельскому кафедральному собору. Северной Двину Северной Двину Завершилось причащение мирян. Чаши с телом и кровью Господними занесены в алтарь. В них погружаются частицы из просфор, которые были вынуты в память и в молитвенное поминовение верующих людей. Частицы опускаются в чашу со словами «Отмылой, Господи, грехи, поминавшихся здесь, кровью Твоей честною, молитвами святых Твоих». Чаша покрывается воздухом. Дискос складывается, звездица также складывается на дискос. Чаши с телом и кровью. Чаша с телом и кровью. Чаша с телом и кровью. ПЕСНЯ 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 Он дает нас всю жизнь до нашего исхода, до страшного суда каждого из нас. И вот мы с вами часто не почитаем должное своих ангелов хранить. Мы забываем их благодарить, мы забываем им молиться. Хотя в каждой молитве утренней или вечерней есть место, есть определенное молитвословие к ангелу хранителю, но этого мало. Те монашествующие или те, кто хочет причаститься к крестовых тайн, обязательно должны прочитать три канона, один из которых после Спасителя и Божьей Матери посвящается не кому-либо другому, а нашему ангелу хранителю. И мы с вами читаем часто это начинание. Кто такие наши ангелы хранит? Это духи, которые Господь создал только с одной целью, чтобы они наслаждались вот этим блаженством, которое Господь предоставляет им. А их служебная деятельность заключается в том, что они наши молитвы возносят к Богу и от Бога благодать Божию приносят в наши сердца вот эти лестни, вот это связисты, которые осуществляют эту небесную связь. И как пишет святитель Стеофан Сотворник, часто сердце наше переполнено или печально, или какой-то другой болью, страданием, или просто новопопечительностью. И мы не можем ничего с собой сделать, но в этот момент мы должны просить своих ангелов-хранителей, и они могут изменить наше сердце. И человек безумылого, подавленного, становится жизнерадостным человеком, который способен и другим передать ему радость. Вот эту радость нам приносят Архангел и Михаил, и прочие небесные силы Господни. Какая сила у них есть? Для того, чтобы это понять, я хочу рассказать один пример из жития Серафима Саровского, когда он беседовал с Матавиновым. Но Матавинов уже был так воспитан, что он сомневался, а есть ли злые духи? И он сказал, что, батюшка, есть ли злые духи? И Серафим Саровский сказал, да, конечно же есть. Вот я бы готов с ним бы сразиться. И тогда улыбнулся Старик Серафим и сказал, самый маленький из них способен одним своим коготком перевернуть весь земной шаг. Какое силище у самого маленького злого духа. А давайте теперь вспомним от Архангела Михаила, что он именно ни одного духа, а всех духов вместе не зрил с неба на нашу грешную землю. Вот какая же сила тогда задержится у ангелов, если они легко, как спички ломают, вот все вражьи и козьми против нас свадьбят. Так, конечно же, если они такие сильные, как пишет Феопал Затворник, одним своим мечом ангел может сразу уничтожить все интриги, которые против нас придут. Всю злобу, всю ненависть, но для этого нужно с нашей стороны усилия, чтобы мы попросили об этом ангелов хранить. Но этого еще и мало, а нужно еще что-то сделать, чтобы мы об этом читаем. И в Евангелии Господь говорит, блюдитесь, да не презвите единого от малых сил, потому что ангелы их на небесах видят лице Отца Небесного. Значит, ангелы предстоят пред Богом, если мы обижаем, унижаем, осуждаем, поносим, гулим, доставляем какие-то беды человеку другому, то ангелы хранители жалуются Господу. И Господь тогда отвращает Свою Божественную благодать. И Господь тогда говорит, как ты поступаешь со своим ближним, пускай так же поступают с тобою, чтобы ты осознал свой грех. Вот для того, чтобы нам помогали ангелы-хранители, мы должны стараться не обижать, не осуждать, не унижать наших близких. Но так невозможно прожить жизнь. Чтобы не впасть в этот грех, что же нам делать? Отцу Церкви пишут, каяться, нужно просить прощения. И вылетело плохое слово из наших уст. Мы пришли в разум истинный и сказали себе, Господи, прости меня мерзкого, грешкого, негудышкого. Пришла плохая мысль о нашем близком. Опять нужно себя укорять, просить прощения. И вот сегодня великое тушество, день ангела каждого из нас, которого мы не знаем при земной жизни, и мы узнаем обязательно, как пишут отцы Церкви, когда наша душа покинет тело. И мы тогда увидим вот столько любви, столько красоты, столько милосердия, сострадания в существе, который был всю жизнь рядом с нами, и мы его не подсчитали. Нам станет ужасно стыд, нам станет боль. Оказывается, не было рядом с нами больше такого существа. Ни мать, ни отец, ни жена, ни дети. Никто не способный дать столько любви, сколько дает ангел хранить. Но мы должны уподобиться ему в своем сердце. Уподобиться, значит, стать родным, смиренным. Вот этим любви обвиненным, сострадателем, чтобы те люди, которые рядом с нами грешат, не вызывали в нас злобы, осуждения, смех, надмения, чтобы мы сочувствовали им, как им тяжело. Ведь в их сердце зашел не ангел-хранитель в результате злобы, агрессии против нас, против другого, а вошел другой дух, дух злобы. Но когда приходят наши сердца, он нас начинает мучить. И у нас тогда не радость, а печаль, тоска, уныние появляются в сердце. И светские люди не знают, как с этим бороться, и они начинают впадать в янце. Другие страшные грехи, но от этого их состояние сердечное все хуже и хуже становится. Только покаяние способно изменить наше сердце, наполнить его радостью. И это покаяние мы сегодня должны приносить ангелам-хранителям, потому что мы не можем их ничем порадовать. Ни золотом, ни серебром, никакими другими материальными ценностями им ничего этого не нужно. Они радуются только одному, как мы читаем в Евангелии, что у них действительно бывает большая радость об одном даже грешнике кающемуся. А нас сегодня здесь сколько грешников собралось. И вот мы с вами сегодня, сейчас будем принимать этот крестный код. От собора, вот этого нашего, маленького, старого, к новому собору в честь Архангела Михаила. Он нам так сегодня нужен, как воздух. Мы сегодня с вами в этом убедились. Не все смогли зайти в этот краб желающий, потому что он слишком мал для нас с вами. Нам нужен большой кафедральный собор. И вот мы с вами сейчас будем совершать крестный код. Крестный код – это общая молитва. Это общая молитва о том, чтобы Господь простил наши грехи. Это покаянная молитва, которую мы должны с вами сегодня сотворить, чтобы порадовать ангелов. Не только одним грешником, кающимся, а нас много, и мы все кались. Мы сознаем, что мы грешны. Мы сознаем, что мы недостойны стоять, находиться рядом с этим существом, которое любит нас больше всего на свете. После Бога он нас любит больше всех. Это наш ангел хранит. И вот сегодня действительно сделаем эту славу, это торжество нашим с вами небесным покровителям, чтобы они увидели, что те людишки – это мы маленькие, грешные, но становятся великими в результате покаяния. Многие из вас причастились сегодня святых христовых тайн. И одна из молитв, это одна из последних молитв, краткая молитва Иоанна Златоуста, в ней сказаны замечательные слова, они звучат так, что, Господи, ты в результате покаяния человека делаешь своим другом. Вот для того, чтобы стать другом, к примеру, президенту, губернатору, какому-то человеку, нужно что-то сделать большое, что его порадует, заинтересует. Нужно много труда. А для того, чтобы стать другом Божьим, столько труда не нужно. Нужно только покаяние. И вот это покаяние, по словам Иоанна Златоуста, делает из нас злодеев, друзей Божьих. Вот когда мы так настроены на покаяние, на сострадание к другим, то тогда мы действительно рядом стоим с ангером своим хранителем. Стоим не просто материально, а стоим на одном духовном уровне. Этот уровень покаяния. И именно через это покаяние люди входят в Царствие Небесное. Нет другой дели, не шутанцы церкви, входа во святая святых. И вот сейчас, готовясь к этому торжеству, я призываю всех вас к этой глубокой, сердечной молитве и покаянии. Крестный ход – это молитва. Это молитва, которая освящается вся наша земля. Независимо от того, сколько людей живет здесь, какими грехами они заражены, это такое лекарство, которое истребляет все греховные бациллы, все греховные вирусы. Вот с этим настроем, дорогие мои, пойдем на сегодняшний крестный ход. Всех вас поздравляю с сегодняшним праздником. Аминь. В Ильинском храме звучит завершающая службу многолетия. Этими словами завершилась и Божественная Литургия в праздник Архангела Божия Михаила. В этот день я хотел бы поздравить всех вас, всех наших телезрителей, с праздником Днем Небесного Покровителя нашего города, нашей области. Особенно хочу поблагодарить творческо-техническую группу телеканала ПС за организацию трансляции. С вами был священник Валерий Суворов. Всего вам доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова